всем добрый вечер поставьте пожалуйста плюсики если у меня слышно и видно если все ok поставьте плюсик если слышно видно сегодня у нас очень интересная тема про смыслы для этого мы с полиной нашим гостем эфира обсудим как раз в чем важность смыслов в работе в продажах в маркетинге в спикерстве везде да вот почему это важно каким результатом это может привести вот как это может усилить ваш личный бренд вашу работу вашу медийность и так далее полина присоединяется так сейчас оп так полина привет давай будем чередоваться вот отдаю тебе как прекрасно девушки первое слово вот расскажи про себя почему мы выбрали такую тему вот как она тебя откликается и какие смыслы ты несешь в своем бизнесе клиентам и там со сцены и в работе так это мощно конечно мне передал слово всем привет всем привет кто со мной не знаком меня зовут полина большакова я дипломированный клинический психолог и бизнес психолог основатель низшей бизнес психологии у нас в россии вот поэтому ну так же я являюсь основателем коучинговой компании которая помогла уже нашим студентам заработать более двух с половиной миллиардов рублей чистой прибыли я специализируюсь на мышлении на подкрепленных знаниях научных но помимо этого я в данном этапе жизни также скажем так трансформируем это физические знания на понятный человеческий язык доступный любому пользователю который мыслит в концепте логики и науки вот потому что есть которые знали которые наука просто еще не успевает освоить но они существуют работают и их тоже можно обосновывать и какие-то знания уже обоснованы и я вот эти все вещи для себя лично синтезирую и работу именно вот так с людьми и общем на то чтобы у них было то чего они хотят даже если они не очень понимают чего они хотят вот обо мне это про этом макс расскажи моим про себя вот я видела многие тебя знают мы с полиной познакомились когда у меня был такой тяжелый период жизни вот у меня была трансформация из маркетолога в коуча потому что я психологию очень люблю изучаю с детства вот и как раз в этот период времени там полина находит меня там точнее ее по моему маркетолог находит меня вот я для полины делаю сначала обучение вот а потом стратегию вот и при взаимодействии с полиной отметил насколько она много с кем работал вот сейчас скажу да вот это мне кажется единственный человек который настолько как-то вот тепло что ли там вот я помню мне пришла домой корзина фруктов представляете себе то есть настолько вот с теплотой с любовью как-то вот с таким вот таким классным вайбом все это прошло вот поэтому я десяток отметил думаю блин прикольная полина вот а за полиной начал наблюдать от андрея парабеллума с которым мы общались дружили одно время вот и как раз он не увидел рекомендацию что вот есть классный психолог он сам ходил к полине вот потом и начал следить вот так вот мы с ней взаимодействовали вот если говорить про меня я такой человек очень разносторонний ну многим я знаю как маркетолога там последние 10 лет занимался именно этим но не 10 7 получается последние три года все-таки в коучинг ушел вот 7 лет я занимался маркетингом сначала как маркетолог и продюсер методолог работал с язвом шабудином два года директор по маркетингу с радиславом гандапасом с экарт антоле с тони роббинс три года весь мир лондон с сингапур майами австралия нью-йорк олимпийский в москве также я продвигал и куча куча разных там спикеров и интересных проектов в том числе там и blackstar втб ростелеком там другие компании вот и в какое-то мое время не понимаю что я могу больше пользы давать в разрезе вот сочетание как раз от бизнеса дата мой экспертизы и определенного такого интуитивного эксплицитного ощущения людей то есть меня получается читать людей получается как-то советы давать трансформировать их вот и последние три года я занимаюсь этим у меня сейчас вот линейка тренингов есть мы их проводим в разных городах активно выступаю вот автор книг первая книга борьба за внимание уже бестселлер вот вторая по стратегическому маркетингу третьего по психологии пишу вот и рад общаться на глубокие темы с такими собеседниками вот очень взаимно я наверное знаешь макс что про тебя добавлю там для своей аудитории может и для твоей но на самом деле я уже не первый раз вижу как из крутого супермаркетолога люди уходят в психологию потому что весь маркетинг он построен на психологии и максимально закономерно что потом человек который так разобрался в маркетинге естественно понимает психологию еще еще глубже людей если мы говорим да про какие-то изначальные задатки которые у тебя и так есть вот и поэтому самые крутые маркетологи они капец какие крутые психологи вот так им приходится ими стать поэтому в общем-то не удивительно что ты сейчас профессионально занимаешься коучинговой деятельностью да у тебя там вообще мощные какие-то разборы вот чем ты сейчас занимаешься но так как у тебя есть твердый опыт в маркетинге бизнеса я думаю ты людям даешь обратную связь такую комплексную вот которую по сути они получают извини но я скажу за три копейки я видела цены что за благотворительность пока не знаю они получают по сути за три копейки доступа к просто каком-то гигант в маркетинге который еще и психологически донесется мысль вот это знаешь как это знаешь хочу тебе обратку вернуть по поводу недооцененности твоей есть сам себе упаковал и и забывал свой бэкграунд что у тебя какой бэкграунд и вообще-то достучаться до тебя это тоже было бы офигеть как круто вот понимаешь что блин ты маркетолог и вообще-то и и коуч и трансформатор и и и более того на самом деле если мы просто еще туда еще не погружаемся так что наверное как-то человек чувствующий тренды макс был наверное одним из самых первых кто задал тренд на публичные выступления у нас в россии и потом уже все стали вот спикерами вышли на сцену их теперь приглашают есть какой-то райдер вот я вообще сильно поздно туда зашла я очень долго телепалась макс этот тренд у нас по сути запустил вот поэтому ты такое тоже чувствуешь тренды то что ты говоришь про синтез вот этой чуйки да как все таки тут вот ее развивать бы людям бы тем более делающим какие-то бизнесы или какие-то проекты это супер важно иначе будут все время также плестись хвостиком повторяя за теми кто уже сделал и все никак не успевая и по факту мне кажется возвращаясь к тому что ты вначале спросил про смыслы я бы сказала про наше пересечение да у нас с тобой есть общие какие-то моменты у нас есть какая-то чуйка да у меня случайно вышло стать трендсеттером бизнес-психологии в россии я даже долго не могла себе призвать присвоить это это звание да вот у тебя я уверенную трендсеттерс тоже училась не только в вопросе выступлений публичных вот то есть у тебя ты еще блин книги успел написать вообще у меня твоя книга лежа лежит в офисе в стрим перед глазами вот ну то есть как бы из всех книг хотя мне много у кого есть книги вот так что это все не в общем к чему я это про пересечения про чуйку наверное знаешь говорю что умение развивать себе определенные качества и навыки позволяет приблизиться к собственной аутентичности и эту аутентичность еще подвязывать под меняющийся мир чтобы ее правильно упаковывать правильно проявлять но чтобы это случилось мы точно должны понимать смыслы которые мы несем смыслами которыми сами являемся и боль на мой взгляд людей которые постоянно занимаются трансформации как раз заключается в том что мы очень быстро меняемся и постоянно надо делать калибровку тем ли смыслом каким смыслом я сейчас вообще являюсь что я из себя транслирую тем более если мы являемся сами олицетворением своего продукта вот поэтому наверное мне вот как бы откликнулась тема смыслов с точки зрения тоже это больно больно их иногда или часто не понимать вот и неправильно еще упаковывать в маркетинге маркетинговые смыслы маркетинговые посылы супер важны вот давай я пока тебе вернул слово а потом вернемся про какие-то наши очень приятно прям сижу обтекаю благодарность и любовь спасибо признаюсь я к Полине хочу на личную работу обязательно пойду проработаю свою нелюбовь и не ценность к себе так что готовьтесь чеки поднимутся вот по поводу смыслов я расскажу такую интересную предысторию откуда вообще у меня родилась идея этого эфира и почему для меня это важно потому что впервые о смыслах мы заговорили с моим папой он у меня актер театра и кино режиссер и когда я только-только вот там начал как-то выходить на публику у меня это произошло сначала я снимался в кино в сериалах в детстве потом музыкой начал заниматься концерты давать и мне папа тогда сказал что очень важно с каким наполнением ты выходишь на аудиторию тогда еще не было там инстаграма тогда это был только вконтакте вот тогда я был 15-16 лет мне был и тогда я задумался а с каким смыслом я выхожу к людям когда я там пишу песни да там когда я там что-то говорю причем не обязательно транслировать смыслы на какую-то там большую аудиторию то есть если вы там с кем-то на кухне сидите либо с кем-то общаетесь либо просто живете и во что-то одеваетесь вы транслируете какие-то идеи смыслы какие-то определенные мета-сообщения которые вы передаете людям я начал задуматься что я передаю и когда я уже начал становиться маркетологом и когда например мы там работали с АЯЗом мы очень глубинно перерабатывали идею смыслов да потому что например когда я его впервые увидел это было в Москве у него было выступление вот он тогда колесил по городам и он со сцены рассказывал про миллиарды про капитализацию про инвестиции про какие-то сложные штуки в зале сидят студенты какие-то молодые ребята и они вообще нихера не понимают и вот я к АЯЗу потом подошел я говорю АЯЗ слушай я очень замотивировался очень круто я оплатил твое обучение это был четвертый поток Лайк БЗ но как бы как маркетолог я могу тебе сказать что это полная хрень он говорит почему я говорю потому что людям которые сидят в зале им нужно понимание как им на первый айфон заработать а то что ты говоришь это очень далеко для них они не понимают знаешь что извини что я тебя сейчас просто привью запомни пожалуйста мысль просто я услышала про совпадение про четвертый поток а я тоже была в четвертом потоке мы получается сидели в аудитории и мы как раз вот когда начали с ним уже работать я тогда прошел тестовое задание собрал ему 2000 человек на первый концентрат вот это был так сказать мой показательный такой результат вот начал работать и мы начали перерабатывать смыслы и тогда как раз я начал задуматься о том что если с точки зрения маркетинга говорить то есть определенный уровень осознанности клиентов например да вот если мы возьмем пирамиду маслоу то я я этот принцип который описал как раз в книге стратегический маркетинг который я там передаю клиентам когда разрабатывать стратегию это принцип соответствия ваш продукт ваша компания ваша услуга вы как личность должны соответствовать вашей аудитории то есть ваша пирамида маслоу и на уровне каком вы находитесь например вы находитесь на желтом уровне там статус и важность денег а если ваша аудитория находится на уровне базовых потребностей то она вас не понимает а вы ее не понимаете то же самое может происходить когда вы продаете какую-то услугу например связанную с систематизацией бизнеса с улучшением показателей там сероемка там битрикс автоматизация там чат-ботов так далее а компаниям которым вы это предлагаете они находятся на уровне выживания то есть им хотя бы сто тысяч в месяц заработать у них нету там сотрудников у них нету никаких регламентов процессов какая блин автоматизация вот этот принцип несоответствия он тоже про смыслы потому что за счет смысла вы можете скорректировать ваш оффер дать понять людям про что вы и у клиентов не будет завышенных ожиданий они будут понимать вообще ложится мэчится это с их запросом да вы вообще про них а если нет то научиться поднимать уровень осознанности да то есть к вопросу Полины вначале зачем я занимаюсь благотворительностью ну потому что я понимаю что у меня чек на который я закрываю сейчас да там 300 тысяч там 500 миллион он для людей жмется для моей аудитории и моя задача за этот разбор с которого я зарабатываю денег я просто задачу чтобы человек что-то вложил приехал и я его наполняю смыслами которые позволяют ему выйти на новый уровень осознанности понимания ценности себя да свои проблемы и после этого он видит уже во мне ценность как в эксперте и в моем продукте вот и то же самое вам как инсайт нужно делаться с вашей аудиторией с первого вам нужно понять на каком уровне осознанности находится ваша аудитория и на каком языке с ними общаться то есть про смысл опять же да про коммуникацию это называется то есть тональность общения что важно вашим подписчикам какая мотивация у них какие страхи и понимая это вы именно под это и создаете контентные единицы там вебинары там какие-то касания и дальше вы поднимаете вашу аудиторию до того уровня который вам нужен вот последний предупример перед тем как передать слово по линии вот взять айфон изначально айфон находился в уровне статуса не даже не так в начале вообще он находился на уровне системности и на уровне закрытия бизнес задач то есть он делался именно под бизнес аудиторию ну конкретно этот продукт и потом он поднимался и в итоге он дошел до уровня эстетики и люди платят не за функционал айфона да потому что ну по сути там в самсунге еще где-то функционал плюс-минус тот же люди платят за ощущения за эмоции за эстетику а это более высокая соответственно планка по продуктовой матрице да вверх если идти по пирамиде маслоу и понимая это посмотрите какая реклама apple то есть они же не говорят только про функционал они говорят как этим пользоваться да то есть какие ощущения вы испытываете да там они показывают красивых людей они показывают контекст они показывают состояние человека да и вот про это как раз и есть смысл если говорить про маркетинг например да да визуальные смыслы да особенно если мы передаем эмоции состояние при употреблении продукта погружаем в контекст проживания потребления продукта да и классно нам с этим или как да типа хотим ли мы эту и это как бы невербальные как это называется невербальные смыслы даже по моему да когда мы закладываем дополнительную глубину да при передаче визуального какого-то контекста вот но наверное знаешь классно ты мне кажется ты сейчас вот упаковываешь людям эту информацию через внешнюю подачу да вот как это транслировать а я могу сказать что у многих сотых начинается с самих себя да и здесь наверное на нас подписаны эксперты да потому что есть предприниматели но даже чтобы перейти к своему продукту нужно же все равно понять смысл потому что часто ответы они такие довольно поверхностные вроде бы я этим занимаюсь и кто-то и Вася тоже этим занимается и все мы этим занимаемся но в чем наша уникальность да почему наш вот продукт там лучше или я как эксперт лучше чем ну почему лучше ко мне сходить да там например они кому-нибудь еще это наверное такой вот вопрос опять-таки я затрону тему аутентичности да которая часто возникает особенно у экспертов и как перед и как вообще нащупать тот смысл уникальности который у эксперта присутствует и как его транслировать уже тут может быть ты подскажешь да тут во внешний мир вот но мне кажется как бы очень многие спотыкаются на этапе непонимания своего уникального смысла потому что плюс-минус мы все работаем у нас у всех схожие профессии где-то есть да мы не создали какую-то уникальную профессию да и есть такие же как мы но мы какие-то другие вот и я сейчас буду говорить не про сам продукт если мы продаем предмет да и наполняем смыслами предмет услугу потому что сейчас это хорошо передал через айфон вот я наверное скажу со стороны эксперта как ему вообще с чего начать исследовать наверное свой смысл свою аутентичность потому что у меня есть тоже опыт разных распаковок которые я периодически провожу себе да во первых с одной стороны это важный элемент который я бы наверное рекомендовала экспертам потому что вот у меня даже сегодня кстати у тебя же тоже были разборы да вот и я все время встречаю схожую ситуацию мы начинаем говорить с человека про его уникальность и он говорит ну это же все могут ну наверное это что-то очевидное а наша уникальность наша суперсила какая-то она для нас настолько легкая что нам кажется что ну наверное даже об этом не надо разговаривать это все умеют вот и люди прям обтекаются тему своего своей силы своей экспертности и начинают искать везде но не там потому что именно тут кажется что это слишком easy тема вот но по факту каждый раз я например человеку возвращаю его уникальность типа офигеть там ты мужчина который занимается там своим ментальным развитием охренеть как мало таких мужчин вообще да там типа ну и начинаю перечислять какие-то качества человека которые у него уже проявлены к сегодняшнему моменту и наверное наверное такая простая рекомендация про смыслы наверное периодически ходить к экспертам которые ну будут отражать возвращать смысл человека который уже не видит потому что я хочу добавить вот пока не забыл вот ты спросила про уникальность экспертов да вот в чем я твой уникальность вижу в том что вот к слову об трансеттер да чтобы так немножко аливерды еще сделаю вот три года назад я вообще создал нишу стратегического маркетинга то есть если вы сейчас стратегический маркетолог знаете что это я создал да то есть я не говорю что я это придумал у меня тоже были консультанты и стратегии но именно пропиарил и создал нишу это я да то есть у меня уже девятый поток стратегического маркетинга вот и как раз таки там я описываю это не продажи моего курса да просто как для понимания да я там описываю три уровня мотивации да вот есть явная мотивация Это когда человек говорит, например, я хочу больше зарабатывать. Я пойду к Полине, я пойду к Максу, чтобы больше зарабатывать. Это явно. Фактическая мотивация – это то, что человек делает по факту. Это когда мы такие, типа, хочу зарабатывать больше, а ходим на работу. Или хочу похудеть, а не ходим в спортзал. Или купили абонемент, но забили на него. Вот это фактическая мотивация. Третье, самое интересное, скрытая. И вот что я накопал за последние несколько лет психологии в маркетинге, в бизнесе, что, если говорить про экспертов, то скрытая выгода, она лежит в стопроцентной психологии. Вот то, что ты, например, делаешь сейчас с экспертами, то, что я чувствую, это вот ты говоришь, я возвращаю им уникальность. По сути, это значит, что условно кого-то недолюбили, то есть твоих клиентов, да, кому-то недодали там внимания, поддержки в детстве, кому-то не, у кого-то не получилось сформулировать свою идентичность и уникальность или как личность, да, там до 12 лет условно, да. И вот они идут к тебе, и ты это аккуратно, филигранно делаешь. Вот раз скрытая выгода. Вот ко мне, когда клиенты идут, я им даю некое такое вот бунтарство, смелость, мотивацию, поддержку. Где-то я с ними строгий, они со мной отрабатывают, например, там папа или старшего брата, не знаю, да, там вот. И вот эта скрытая выгода, она 100% всегда лежит в поле психологии. Как ее нащупать? Ну, есть несколько концепций. Вот первое, которое я, по сути, популяризировал в том числе, это концепция архетипичности, да. Существует всего 4 основных тренда. То есть всего есть, если не ошибаюсь, 12 архетипов. И по 3 архетипа на каждый тренд. Первое, что вам нужно сделать, чтобы понять свою уникальность и свой смысл, это определиться, с каким основным трендом вы хотите выходить на аудиторию. То есть про что вы, какие тренды есть. Первое, это изменения. Ну, там, например, есть архетип герой, архетип бунтарь, да. Вот я герой-бунтарь, да. Второй тренд – это принадлежность с людьми, общение, коммуникация, да. Это, соответственно, шут, планный малый, любовник, да. Третий тренд – это управление и контроль. Там, соответственно, правитель, творец, да, и так далее. И последний тренд – это желание исследовать и понимать мир и себя, да. То есть там, соответственно, и следователь, и ежесними. И вот хотя бы, если вы это поймете, да, то есть к какому тренду вы относитесь, то есть что вы как core-idea, как основную идею несете своим людям. То есть я несу людям, не бойтесь нового, да, там, идите в кризис, проживайте это, пробуйте что-то, да, там, не бойтесь своих страхов, там, работайте над собой. То есть я пропагандирую идею трансформации и не бояться, да. А другой спикер, например, там, эксперт, он может понять, что он транслирует идею, там, цените себя, любите себя, там, повышайте чек, там, значит, там, продавайте дороже, да. Да, и это тоже нужно людям. Кто-то, например, просто развлекает людей. Это тоже важная задача, да, потому что много кризиса, много стресса, паники, да, там, агрессии в мире, и именно поэтому ТНТ топ-1 канал по просматриваемости, да. И как бы люди выбирают мир архетип шут. И я вам больше скажу, шуты тоже зарабатывают, и неплохо, да, как бы, вот. И вот первая концепция. Вторая концепция очень интересная по, вот, по Эрику Берну, если брать этот транзактный анализ, да, родитель, взрослый ребенок. Причем родители и ребенок, они же могут быть в разных ролях, то есть есть критикующие родители, есть там, поддерживающие, да, ребенок тоже может быть разно, там, бунтующий, там, и так далее, да, там, свободный. И вы тоже можете выбрать ту ролевую модель, которая зайдет в вашу аудиторию. То есть вы для вашей аудитории, может быть, быть кем? Мамой, папой, сестрой, братом, другом, там, не знаю, там, любовником, условно, да. Вот вторая концепция, да, то есть ролевая модель какая у вас. Третья концепция по, мне очень нравятся, там, вот, скрытые мотивы связаны с грехами. То есть если взять основные грехи людей, да, человеческих, то, да, 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 да. Ты ее рассказывал, да. По сути, у нас у всех есть вот эти низменные ощущения, желания, да, в которых в Иде нашем, да, там, лежат, да, там, по Юнгу. И вот, ну, мы же не можем уйти от этого, да, то есть у каждого из нас есть вот это вот животные инстинкты, желания, там, какие-то там теневые стороны. Если вы тоже помогаете людям удовлетворять эти желания, то они тоже к вам пойдут, да, то есть есть соционика, например, да, там, 16 психотипов, да, там, есть куча разных методик, в том числе, там, human design, там, не знаю, там, этот, векторная психология, там, по отверстиям можно распределить людей, да, то есть вот все эти концепции, они про что? Они про то, что мы все, по сути, такая эссенция воспитания, воспитания, опыта, восприятия мира особого, да, если вы научитесь понимать восприятие мира, картинку мира вашего клиента, вы сможете в нее встроиться, и вы можете ее дополнить своей какой-то экспертизой и продуктом. Вот как бы суть какая. Ну, я вот услышала из того, что ты сказал, и, наверное, в синтезе про то, что говорю я, все-таки шаг первый, наверное, понять, а где я в этих всех концепциях, да, какой я, и как по комплементарность, да, коннекшена с другими людьми, то есть на каком языке мне с ними говорить, что транслировать, потому что я же все равно не буду себя переделывать, да, чтобы для кого-то, я буду скорее использовать свои сильные стороны, что и так является мною, и правильно это доносить на каком-то, ну, верном языке для аудитории, и тут уже можно посмотреть на концепции, через которые это можно сделать. Ты когда, кстати, говорил про, ну, вот это, любовники, вот эти вот архетипы, да, я вспомнила, у меня, кстати, был, как его, мудрец, маг и влюбленные. И, вот, каких-то таких три, типа, лидирующих направления, вот, и мы тоже когда-то, когда это делали, пытались оттуда взять информацию, как это можно доносить через сторис, например, влюбленные, это такая немножко, чуть-чуть нотки там сексуального контента может быть, да, потому что это все равно является какой-то такой частью моей проявленности, да, там, мудрец, он был как, ну, что-то там мудрое надо рассказывать, как жить, как правильно, ну, как, собственно, у меня бывают ответы на вопросы, а маг, тогда я, возможно, это не задействовала, сейчас, ну, логично, да, как бы эту сферу тоже приоткрывать, и в моем случае ее трансформировать во что-то понятное, вот. Вот, интересно, кстати, что я даже разложила себе свой контент сейчас из этих трех направлений, да, вот к разговору, наверное, как раз людям, то, что мы сейчас рассказываем, что офигеть, как это применимо, потому что в свое время, например, я переживала, мне хотелось иногда, как-то, знаешь, перчинку транслировать в сторис, что-то, ну, чуть-чуть такое вот игриво-сексуальное что-то, но я все время встречалась разным мнением на этот счет, типа, и так не надо делать, там, туда-сюда, ну, короче, и внутри у эксперта тоже может возникать переживание, а как надо, а вдруг не все надо, а что надо. Классный вопрос, подволе раскрою тоже, очень прям люблю эту тему, опять же, в силу того, что, ну, помимо того, что мне интересна психология и маркетинг, мне очень откликается тема сценарного искусства, там, кино, и вот вам пример, который очень показательный по тому, что вот Полина спрашивает, да, и то, что вам будет полезно. Вот вы, когда сериалы смотрите, вам же не интересны, а такие сухие, понятные и одноуровневые герои, вам интересны объемные герои. Что значит объемные герои? Это значит, что, ну, во-первых, он не 100% правильный, да, потому что, если мы берем концепцию хороший и плохой, то это мультики, да, это там фильмы Марвел, где очень все понятно, как бы мы просто попкорн жуем и особо никакие смыслы не воспринимаем, никак не трансформируемся, да, а одна из задач, основная продукта любого, это трансформация клиента, да, то есть из точки А в точку Б, что бы вы ни продавали, да, это не только про инфобизнес, это вообще любой продукт, да, и когда вы смотрите сериал, то вот вы вспомните, какие сериалы вам нравятся, да, какие герои вам нравятся, да, они все объемные, у них у всех есть свои переживания, у них есть своя история, вы понимаете их мотивацию, то же самое и в личном бренде, то же самое и в проявленности, да, то есть никому не интересно следить за выхолощенным, идеальным каким-то образом, да, потому что этот образ, в него не верится, не за что зацепиться, да, потому что людям очень важно себя ассоциировать с вами, да, то есть люди, чтобы понимали, что, о, у него есть такие же проблемы, как у меня, круто, у него, он сталкивается с такими же мыслями, да, он думает так же, как и я, у него такая же неидеальность, и вот за эти неидеальности мы цепляемся с нашей аудиторией, и дальше мы можем вместе развиваться, то есть важно, чтобы вы были объемны, поэтому, отвечая опять же на вопрос, да, очень важно принимать светлую, темную свою сторону, да, очень важно раскрывать себя полностью, не стараться себя засунуть в концепцию, я коуч, я эксперт, там, я психолог, и поэтому я это не буду транслировать, ни в коем случае, да, потому что тогда это включается социальная игра, если вы себя засовываете в концепцию, это правильно, это неправильно, да, нужно себя так вести, то и клиент с вами не будет раскрываться, да, то есть получается, вы оба играете в игру, я называю это эффект таксиста, когда вы в такси садитесь, да, либо вы общаетесь, как бы, официозно, публицистично, да, типа, там, здравствуйте, да, с вами как клиент, это мой водитель, да, куда вас там подвезти и так далее, да, а когда вы, например, начинаете обсуждать отношения, там, политику, там, Россию, да, то все, вы на равных, и вы открываетесь, уже два человека взаимодействуют, а моя концепция в том еще заключается, покупают не продукт, покупают человека, и покупают, и клиент покупает не ваш продукт, еще раз, да, а вас и себя рядом с вами, да, поэтому с кем ему будет комфортнее, с человеком, которого он понимает, либо с тем, который, типа, делает вид, какой он, хотя понятно, что у него есть на второе, третье дно, но непонятно вообще, ну, это правда или это неправда, да, вот так бы я ответил. Слушай, Вакс, а почему вот ты захотел тему смыслов сегодня в «Маркетной эфире»? Потому что у меня это моя боль, наверное, я так вовлек Полину в эту тему, вот, ну, во-первых, потому что я сказал же Полину, я считаю одним из немногих, за кем я слежу, и кого я действительно считаю сильным смысловиком, в плане передачи смыслов, там, правильных, экологичных, и верхнеуровневых, да, второе, потому что это моя боль, нынешняя, да, боль почему, потому что, там, когда я занимался музыкой, да, и продолжаю, когда я там вот сейчас вот ушел в психологию, в тренинги, в коучинг, я очень часто наблюдаю, что люди вместо того, чтобы создать что-то свое, я не говорю про придумать велосипед, да, это нормально вдохновляться, это нормально подражать, но когда люди просто копируют, когда люди просто подчистую как-то вот берут и там заявляют, это мое, вешают на эту наклейку, да, то при этом, при всем они это подают тем, что, ну, ведь это же работающая модель, зачем придумать свое, если можно взять уже готовое, да, вот я к этому отношусь, ну, не совсем, так сказать, для меня это не очень, да, почему объясню, потому что, вы знаете, вот в РАО, да, там, защита авторских прав, есть очень классная штука, фраза, цитирование, и вот, верхняя планка цитирования является, по-моему, 20%, то есть, если до 20% ты кого-то цитируешь, это норм, если выше, то это уже, ну, типа плагиат, и вот я бы хотел этим эфиром, возможно, там, коснуться кого-то, какого-то человека, там, каких-то количеств людей, экспертов, чтобы передать им следующую идею, что перестаньте копировать, создавайте свое, это нормально вдохновляться, это нормально цитировать и подражать, но добавляйте свой опыт, себя добавляйте в этот продукт, тогда людям будет интересно, и ниша, в которой вы работаете, она действительно будет развиваться, а то, что я сейчас вижу, я даже пост об этом публиковал, ну, как бы я прицепился к пальмам, да, но это просто как показатель, объект, да, то, что вот сейчас вот все пошли разборы делать, да, понятно, что разборы это не какой-то уникальный концепт, да, но все как будто бы снимают с одной и той же камеры, с одной и той же продакшн-командой, как будто в одном и том же месте, с одними, сколько и теми же, как будто этими, блядь, кактусами, блядь, пальмами вот этими вот, и вот я смотрю на это, думаю, блин, ну, типа, ну, неужели у вас нет какой-то креативности, я не знаю, ну, как-то формат придумать, людям похер, что, ну, типа, блядь, вот две пальмы, вот там, блядь, клипшарт, вот человек-спикер, вот, типа, ну, это же работает, но то же самое сделаем, да, типа, какая разница, просто рожа поменялась, и все, и, блин, мне грустно, мне как творцу, мне грустно, да, и то же самое в музыке, например, то же самое, да, там, в литературе, мне прям хочется, у меня, знаете, у меня голод на уникальность, у меня голод на аутентичность, у меня голод на каких-то вот ярких личностей, яркие продукты, яркие какие-то смыслы, которые реально вкусно подаются, а пока что я вижу какую-то вторичность, и эту вторичность очень хорошо описали два философа, Жан Бадриар, у него книга там «Симулякор, симуляция моя любимая», вторая, Эрнст Дебор «Общество спектакля», вот в этих двух книгах прям описывается тренд всего мира, планеты, что мы копия, 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 все, то есть никто не парится, все просто создают какие-то подражания, копии, вот. Слушай, я очень разделяю твою боль здесь, знаешь, моя боль вот в этом заключается в том, что у меня очень много подражателей, у меня очень много людей, которые просто тупо копируют все, что могут у меня скопировать, и я периодически, ну, тоже это вижу, и мне, с одной стороны, нравится идея «Кради как художник», но она и заключается в том, что когда ты украл то, чем ты вдохновился, ты добавил туда своего, и как будто все нахрен забывают, что этот момент тоже важен, а если вот так это трансформировать через психологию, по факту эти люди боятся проявляться на самом деле и вкладывать себя в мир, ну, то есть они, ну, как бессмысленная копия какая-то, да, каких-то вот таких шаблонированных рабочих схем, и я не знаю, пока с чем это связано, пока что материально этих людей поддерживает мир, да, пока что им это приносит деньги, вот, но ведь есть же все равно такие смысловики, как и мы с тобой, да, которые видят им грустно, потому что эти люди, которые это делают, они на самом деле классные, интересные, и очень хочется узнать частичку этого человека, какой он, а что бы он такое своего, даже дебильного бы, но вложил бы сюда, и может это дебильное бы вообще было огонь бы, вот, и, наверное, это боль встречаться, это же в этом проявление, ну, вот если так вот считывать, это, ну, как демонстрация трусливости, что ли, да, вот, типа, неготовности проявляться, раскрасываться, я думаю, что тут, знаешь, что тут в большинстве своем еще одна моя боль, как маркетолога и предпринимателя, да, и как эксперта и блогера в том числе, то, что у нас концепция людей в России, да, в СНГ заработать здесь и сейчас, мы не смотрим в долгую, да, и у нас везде так, ну, типа, у нас торгово-рыночные отношения везде, да, неважно, какую нишу взять, оно везде так, и людям просто тупо некогда, нет желания и нет мотивации и нет понимания, а нахера мне что-то придумать, если вот я взял, скопировал, сделал, свои деньги заработал, все, пошел дальше, да, и как раз-таки это про то, что ты говорила, про то, что когда человек, например, делает бизнес, бизнес – это же продолжение человека, а какой смысл он сам, то есть он кто вообще, потому что бизнес – это продолжение его стратегий, его понятийного аппарата, его система ценностей, да, и эту систему ценностей он продолжает в своем бизнесе, продолжает в своих продуктах, в своих клиентах, в партнерах и так далее, да, и людям тупо не хочется этим заниматься, просто потому что пока это и работает, но придет время, и оно очень скоро придет, и оно уже начало приходить, когда клиенты, они уже это делают, накопится клиентский опыт, то есть клиентам есть с чем сравнивать на рынке, и когда они видят 100-500 похожих экспертов, 100-500 похожих смыслов, они могут задать вопрос, а что конкретно этот продукт, эта услуга, эта компания мне действительно может дать, если ничего особенного, особо нового, а нахера мне тогда туда идти, да, и рынок, он же тоже динамичный, это же не константа, он растет, это как вот человек, то есть любая система, она стремится к росту, развитию, да, по спиральной динамике, и, например, если взять, например, нашу страну, там, людей наших, да, там, наш подход в маркетинге, он тоже развивается, придет такое время, когда без это, без уникальности, без нормальных смыслов невозможно будет кому-то что-то продать или что-то создать, потому что, например, если взять, например, Америку, они же шагнули вперед на 50 лет с маркетингом, да, там, с психологией, с маркетингом, да, там, с СМИ, с бизнесом, с менеджментом, да, и мы вроде взяли оттуда какие-то поверхностные штуки, типа, в виде, там, дизайна, там, автоворонок, не знаю, там, еще чего-то, но мы суть не поняли, типа, мало кто понял суть этого всего, потому что это следствие, а суть в том, что они реально заморачиваются над миссией, над идеей, над концепцией, над, они про клиента, да, не только про бабки, а у нас, к сожалению, про бабло все, да, типа, вот, взял, там, запуск провел, как-то что-то там отвел, похер на людей, деньги уже в кассе, типа, пошел дальше, о, разборы сейчас, типа, там, популярны, окей, сейчас с копипастью, там, формат такой, который сейчас, там, в тренде, вот, париться не буду, тех же людей найму, то же самое сделаю, вот, вывалил, бабло заработал, пошел дальше, да, и вот это вот ощущение клиента, когда он себя ощущает, как какой-то презерватив, которым мы пользовались, ну, типа, это же как пружина, она же будет натягиваться, и спрос рождает предложение, если аудитория вырастет по осознанности, то она и будет предъявлять более высокие требования к продуктам, услугам экспертов, я так считаю. Знаешь, меня пока удивляет, ну, видимо, это наша насмотренность присутствует, потому что мы не с целью, мы рынок, мы в нем, как бы, зарабатываем деньги, да, видимо, клиентская насмотренность пока еще не такая, и поэтому, как бы, есть такая некая задержка, да, между, типа, вы что не видите, у всех одинаково, типа, ааа, вот так вот, поэтому продолжаем все-таки тему аутентичности, да, поставьте, кстати, может быть, кто-то у нас сейчас смотрит, поставьте плюсик, если она вам актуальна, да, и, может быть, мы в этом вопросе сейчас поможем, да, продвинуться, потому что, понимаете, помимо аутентичности, хочется сказать, все, надо глубинно понять свой смысл раз и навсегда, и теперь я буду знать, что делать, но нет, вы будете знать, что делать на ближайшие несколько месяцев, просто пока вы не дошли до следующей точки трансформации, где теперь, блин, вы опять все про другое, или там глубина стала сильно глубже, ее опять надо раскопать, вынуть на поверхность и еще донести понятным языком, а кому ее доносить, а с кем мы хотим работать, и какой продукт, а как успеть создать продукт под новые смыслы, блин, и вот это вот, человек меняется быстрее, чем он успевает создать продуктов, это все упаковать в новые смыслы, вообще сообразить, про что он уже теперь, вот, и, ну, это как бы другая такая тоже боль, и нужно понять, вот, ну, я, например, из своего опыта поняла, что, ага, окей, я теперь буду там, в том числе, ходить калиброваться на распаковке какие-нибудь, даже к разным экспертам, чтобы по-разному себя почувствовать, увидеть, потому что даже с одной распаковки я могу не увидеть всю картину, весь смысл, то есть это какая-то, да, часть грани, которую мне подсвечивает какой-то человек, и потом у меня так формируются пазлы про саму себя, и мне становится понятно, как мне становится понятно, что я сейчас реально вдуплила свой смысл, например, и мне становится радостно, я понимаю, что, о, прикольно, я прям, ну, как будто у меня прям сразу желание какие-то действия делать возникает, потому что как будто становится изи, становится легко, понятно, что делать, типа, а, ну, я же могу, я же знаю, как это сделать, а когда еще не так, когда еще, ну, вот, примерно вот так, или как-то так, это для меня сегодня маркер того, что я все еще не на рельсах, да, все еще пока не досообразила, какой там точно смысл, и самое, наверное, такое дебильное, так как я про трансформацию, ну, ты тоже про трансформацию, только по-своему, это же нормально иметь этап, когда мы еще ни хрена не поняли, про что мы, потому что мы в пути, да, и вот, наверное, вот это вот сложный этап в жизни, когда мы все еще в пути, а что-то продолжать транслировать нужно, что-то продавать нужно, вот, и как не натягивать на себя маску, да, чего-то не того, вот, и у меня, кстати, здесь тоже есть ответ, что можно здесь сделать, на мой взгляд, когда мы, допустим, продолжаем делать что-то из прошлого, транслировать какие-то прошлые смыслы, да, и к новым мы еще не сформировали их, можно просто, мне кажется, подключаться к своей субличности, которая разговаривает с определенным сегментом, для того, чтобы передача информации была максимально понятной для потребителя, вот, и просто, это как, знаешь, как, не в смысле, ну, это же меня полностью не отражает, я слишком сузилась в этот момент, вот, да, ну, то есть, вообще, все, что мы транслируем, вообще, нас полностью не отражает, да, ну, как, нет, с другой стороны, ты говорил, что там и одежда, какие-то наши невербальные смыслы, мы все равно их показываем, да, и вот переживание про полностью не отражает, тем, кому надо, тот все считает, тот все все равно поймет, вот, а тот, кто может понять то, что может понять, ему будет супер доступно и понятно донесена информация так, чтобы помочь ему решить запрос, там, нашим продуктам, например, и это будет ценно для всех, потому что произойдет, ну, правильный обмен, вот, который в итоге превратится в покупку и результат там. Я бы добавил, знаешь, что вот мне очень нравится, я просто религию, философию изучаю, мне очень нравится фраза о мудрое действие, да, и если мы говорим про экспертов, которые, у которых динамика роста быстрее, чем продукты, которые они создают, то, что мы сейчас обсуждаем, да, что бы я посоветовал? Относиться к аудитории, как к воспитыванию детей, с учетом их, опять же, уровня восприятия и совершать с ними мудрые действия. Что это значит, да, мудрые действия? Это значит, что, понимая картинку восприятия мира, понимая те смыслы, концепты, которые у вашей аудитории и те фильтры, через которые ваше сообщение пройдет, вот, учитывая все это, ну, звучит сложно, да, понятно, ну, сложно это все описать быстро, да, вот с учетом всего этого простроить просто путь, где вы понимаете, что вот на этом этапе он условно в детском садике ваш клиент, на этом он в школу пошел, в этом университете, вот, и порционно выдавать. Причем, не обязательно, чтобы вы это выдавали, то есть вы можете подготовить продукты, подготовить смысл для каждого уровня, для каждой точки касания, точки трансформации клиентов, это же путь, и в итоге, под каждый уровень восприятия, под каждую динамику, и под каждый запрос у вас есть продукт, контент и определенное взаимодействие, да, и когда уже человек вдохновился, воодушевился, восполнился, осознался, он доходит до вас, до последней точки, да, это как, знаешь, это как вот когда человек в храм приходит, да, взятым с монахом пообщаться, да, там, вот я там на бале, да, перед этим нужно пройти ритуал, не просто так, ты придешь с ним пообщаешься, то есть ты должен вложиться, да, чтобы ты это ценил, и когда люди проходят определенный путь к галлю смыслов, которые ты можешь нести, на момент времени, они должны быть подготовленными, потому что, если возьмем конфликтологию, например, да, когда два человека конфликтуют, мало просто разговаривать правильно, нужно еще почву под это подготовить, то есть правильный контекст, да, и вот подготовка правильного контекста для аудитории очень важна, поэтому, что бы я посоветовал, CGM простроить, то есть карту пути клиента, точка касания, где вы понимаете, на каком этапе, и что, и как вы транслируете своей аудитории, и какая у вас задача, а задача всегда одна, двигать клиента по воронке смыслов ваших, и смыслы могут быть как точечные, так и глобальные, то есть мое глобальное мета-сообщение, мое, да, не бойтесь, проявляйтесь, там, будьте смелыми, там, где-то агрессивными, наглыми, да, там, бунтарями, да, творцами, это мое сверхсообщение, ментальное, да, такое, вот, а точечно я могу закрывать конкретные потребности людей, исходя из их уровня осознанности и отношения ко мне, и тогда, получается, вы не придавая свою сверхзадачу, свою миссию, вы еще реализовываете локальные задачи, да, которые у вас стоят в бизнесе и с аудиторией, я бы так так сделал. Кстати, вот, возвращаясь к тебе, у тебя, правда, есть мета-сообщение, ну, образ бунтаря, и мне кажется, те, кто, вот, нуждаются в пробуждении бунтарства в себе, они точно к тебе протягиваются, как к чему-то, что у тебя есть, а чего у них пока еще, как будто нет, не проявлено, и, возвращаясь к истории про нас самих, да, то есть, классно понимать себя и упаковывать это в мета-сообщение, какие-то посылы, и там я видела, вопрос нам задали, а не будет ли это там, типа, слишком взятием ответственности за, ну, типа, клиенты, как дети, да, вот этот путь. я бы здесь, наверное, ответила, что мы обязаны взять ответственность за то, чтобы доносить смысл и продвигать клиента по воронке, да, и растить его, тем более, если мы меняемся, и мы хотим, чтобы наша аудитория росла вместе с нами, и мы, ну, потому что наш уровень, наша миссия увеличивается, да, и нам просто тупо неинтересно становится решать только один уровень задач, но при этом вот мне тоже хочется важную мысль добавить, через что я проходила, как бы, через что, возможно, могут приходить клиенты, ой, эксперты. Вот история про сужение, да, то есть, ну, что, если я буду вот сейчас вот с ними только работать, только решать эти задачи, а мне-то вот эти вот интересные, а не вот эти уже, а я вообще с этими уже не хочу работать, ну, вот, да, на самом деле в этот момент включается эго, да, то есть эго, которая мешает огромному числу людей просто корректно пройти по воронке, дорасти уровнем осознанности или уровнем осмысления своих потребностей, которые могут быть реализованы через ваши продукты, да, просто методично, аккуратно и мягко пройти по вот этому пути и, как бы, распуститься в такой прекрасный цветочек, и, в общем, за счет того, что правильно выстроена система касаний, система передачи смыслов, да, но чтобы эти смыслы делать, нужно не только свои смыслы, понимаете, что все, теперь это все нахер, я только вот с такими буду работать, потому что мне только это интересно, можно, стопудово кто-то к этому и приходил, да, но это не единственное решение, вы и с этими можете работать, и транслировать иногда про это, но и также показывать путь, и вообще соединять эту дорогу, которую мы, как бы, сами-то и прошли, чтобы оказаться здесь, чтобы транслировать что-то уже на этом уровне, и наша ответственность в том, чтобы не обесценивать другие шаги, которые мы когда-то прошли, и мы помогаем пройти другому человеку, и не вот так спуститься с небес на землю, ну ладно, я сейчас вам тут тоже дам какую-то пользу, вот, нет, это ваша прямая обязанность, прямая миссия, вырастить огромное количество людей, которым будет максимально комфортно и понятно, двигаться по вашей воронке, чтобы потом у вас же, у самих же было больше тех, кто с удовольствием, и с кем вы с удовольствием уже на этом уровне работаете, вот, ну и в целом, периодически актуализировать путь, да, взаимодействовать с людьми на разных этапах воронки, понимать их язык, и транслировать это, это, ну, это тоже помогает не отрываться от реальности, да, от вообще всего пути происходящего, то можно улететь, и уже отсюда не такую релевантную обратную связь давать, я хотел добавить по поводу вопроса, да, который прозвучал, да, по поводу ответственности и восприятия клиентов как детей, да, вот я объясню, как вы думаете, вот, вопрос аудитории, неважно, вы там вживую смотрите, либо в записи, да, можете в комментариях написать, как вы думаете, где вы больше пользы принесете человек, который зарабатывает 100 тысяч, приходит к вам, и вы его дотягиваете до миллиона, либо человек, который уже зарабатывает 10, и вы ему помогаете заработать 20, ну, как бы вопрос риторический, в первом случае тяжелее, и, если смотреть с точки зрения взросления и осознанности, то в первом случае вы проделываете гигантскую работу с человеком, потому что вы ему меняете вообще способ мышления, стратегии, паттерны и так далее, то есть вы ему просто голову меняете, да, а во втором случае вы ему просто какие-то точные советы даете, и вот моя личная, да, мотивация, задача, это когда я, например, условно, там, сильно отлетаю куда-то, в какие-то там дебри, там, эзотерики, психологии, там, и так далее, я спрашиваю себя, а моей аудитории вот этот весь объем нужен или им достаточно одного от 10%, и когда я понимаю, что им достаточно от одного от 10%, чтобы как-то там на том уровне, на котором они сейчас находятся о решении задачи, помочь им, я не знаю, информацию именно в том объеме, который поможет им, а не там, почешет мое эго, да, и вот очень тоже важно отслеживать, да, что ради чего вы эти смыслы несете, то есть какая мотивация, какая цель, я честно признаюсь, долгое время я чесал свое эго, я когда выступал там на конференциях, я вместо того, чтобы людям давать контент, который им поможет в данный момент времени, да, я давал им, типа, дохера, типа, вот, держите, я пиздац, да, и люди такие смотрят, типа, да, Макс, классно, то есть они аплодируют, они отмечали меня в сторис, но по факту я их жизни не менял, потому что я просто нагружал их кучей смыслов, которые вообще им нахер не нужны в данном момент времени, так же как Аяс, который рассказывал про капитализацию вначале, да, а когда, а когда он начал рассказывать, как заработать первую сотку, да, мы же эту продуктовую линейку все придумывали тогда с ним, то же самое здесь, то есть вы можете быть охренительным коучем, очень осознанным, экспертом, ездить там по Бали, Тибет, там, Индии и так далее, но спросите себя, если у вас миссия помогать людям, влиять на людей и делать жизнь лучше, то когда вы несете смыслы, которые ни хера никто не понимает, ну типа вы кому лучше делаете, поэтому нужно уметь говорить на одном языке своей аудитории с учетом того, как они воспринимают сейчас информацию, чтобы их поднимать, да, вот опять же игра эго, то есть вы это делаете для важности для себя, для психологического поглаживания, либо вы все-таки хотите отдавать и помогать людям, тоже важный, важный импульс, да, то есть какой тренд у вас вот этого действия? Я бы даже, знаешь, сказала, что человек, который не задумывается о том, кто его будет слушать, смотреть и на каком языке им лучше донести и какой ближайший шаг им лучше передать, который будет просто им эффективен, он тратит впустую свое время, не только время этих людей, но еще и свое, да, он получает какой-то там бонус и у них какие-то, может быть, эмоции, но вот история про приложить себя как эффективную, эффективный инструмент, ну, просто потратил время, зачем живешь, зачем ты это делаешь, ну, это я не к тебе, а вот понятно, что это то, про что мы сейчас, как бы мы прошли свой опыт, мы через это прошли, да, и поэтому мы говорим об этом уже как о чем-то, что, блин, можно по-другому на самом деле, и тогда уже начинаешь задумываться и более точные смыслы подбирать, лучше готовиться к выступлениям, например, вот, просто чтобы ни свое время не зря прожить, ни время других людей, и поэтому, мне кажется, вот классно нам вопрос задали про ответственность, он так раскрывается, что да наша ответственность, ответственность спикера, ответственность продающего продукта, да, человека, сделать так, чтобы все было максимально понятно, просто, доступно, да, то есть это как самый простой способ больше заработать денег, сделать максимально легким возможность что-то купить, как только это превращается в какую-то сложную, заполните форуму, оформите и пэш, мэп, там, что-то куда-то там перечислить, все, уже, уже ты ненавидишь эту покупку, вот, но это просто на примере даже вот таком, вот, когда мы упрощаем путь, в чем бы это ни было, мы помогаем человеку по сути-то проходить трансформацию в удовольствие, да, это то, что просит ЖМ, ты говорил, очень хорошая репрезентация того, что ты сказала, это почему сейчас инфобизнес столько денег зарабатывает, и почему люди выбирают курсы, вебинары, тренинги, а не классическое образование, потому что классическое образование, блин, сложно, тяжело, долго, не в тренде, и, как правило, упаковка хреново в этом образовании, неактуальные знания, да, а человеку нужно сейчас, вот, ему нужно сейчас вот изучить вот этот, конкретно этот вопрос, да, причем легко, радостно, как бы в кайф, да, там, и с эстетикой, со смыслами, там, с ощущениями, и ты очень круто сказала, да, что действительно важно состояние человека, который он, который проходит через всю эту воронку, и по поводу ответственности все-таки я бы добавил, что, чтобы нас правильно, там, поняли подписчики, да, наши, и те, кто смотрят, что очень важно еще не забывать про то, что нужно возвращать ответственность клиенту, в том числе, да, потому что если вас воспринимают как эксперт, например, там, психолога или коуча, как человек, который сделает все за вас, ну, типа, вот, держи ответственность, коуч, херач, да, тогда это, опять же, детско-родительское отношение, в том плане, что на вас надеются, на вас вспыхнули, потом клиент топает ножками, говорит, блин, у меня не получилось, ты же обещал, да, типа, и вот я, например, как возвращаю ответственность, да, я перед тем, как что-то, там, какие-то деньги получают, человек, я проговариваю, да, то есть я договариваюсь об правилах игры нашей, совместной, об точке B, куда мы придем вместе, и об зонах ответственности каждого из нас, меня как коуча, наставника, да, там, или маркетолога, и клиента, если клиент не вкладывается, то получается, это игра в одни ворота, и ни к чему хорошему она никогда не приводит, поэтому на этапе взросления, в кавычках, вашего клиента, на каком-то этапе обязательно возвращайте ему ответственность, да, то есть если это уровень ребенка, ну, условного, да, вашего подписчика, то да, вы ему просто даете конфетки, вы ему даете эмоции, он радостный, бегает и ждет новую конфетку, но если вы вырастите в вашей продуктовой линейке, то на каком-то этапе верните ему ответственность, чтобы он понимал, что, чтобы достигнуть большего результата, нужна позиция взрослого, и позиция «дела не я», а не просто слушание я, копирование я, или такого, знаешь, типа восхищения, типа, «О, у меня коуч такой классный, крутой», типа, этого недостаточно. Я бы тут вот это еще добавил. А знаешь, я бы здесь, наверное, подметила некую грань, которая могла спровоцировать реакцию в виде этого вопроса у нашего слушателя. Я думаю, что не всякий потенциальный подписчик тире клиент может хотеть, чтобы про него эксперт думал, что он ребенок, которого взращивают, и это просто может резонуть слух, типа, в смысле, да, как так. И, наверное, я бы хотела трансформировать эту информацию, чтобы она тоже была иначе воспринята, не то, что, да, ты описал ситуацию, когда действительно клиент реально может быть инфантильным, и это тоже ок, это тоже вид аудитории. У меня там очень часто аудитория такая, типа, мы самые образованные, мы все эксперты, вот, это моя аудитория обычно, вот, поэтому при этом они точно не ждут от меня, да, там, что они там мои дети, которых я взращиваю, но мы, когда говорим про взращивание, мы, по сути, взращиваем потребность, показываем ее актуализацию, и как-то как с айфоном, раньше не было потребности покупать айфон, и Apple просто взрастили в нас мотивацию, потребность покупать его, еще и в таких, как бы, регулярных количествах, то есть, по сути, они взращивали аудиторию, для того, чтобы приучить ее покупать. Я даже больше добавлю, что концепция взращивания, да, то есть, опять же, да, если ее расширить, вот есть концепция ADL, например, да, это стадия развития бизнеса, и она тоже по концепции взращивания, да, то есть, если не ошибаюсь, это, по-моему, ее на П, чувак, придумал, забыл. Короче, в чем смысл в том, что все бизнесы проходят этапы развития, как ребенок, который растет. Вот есть этап младенчества, когда, если брать младенца, ему что нужно, покушать, и безопасность, то же самое бизнесу, на первой стадии нужны безопасность и вливание бабла, то есть, ресурса. Потом идет отрочество, юность, там, и так далее, то есть, прям по возрастам идет, и в итоге старение, и смерть. И все через, все компании через эти этапы проходят. В чем прикол-то? И любая система, структура также проходит через эти этапы. Например, вот любовь, да, там, отношения между мужчиной и женщиной, они тоже проходят эти стадии, когда есть инфантилизм в отношениях, да, то есть, если говорить с точки зрения системы отношений, то это тоже ребенок, вот эта система отношений, потому что каждый думает о себе, эмоции, там, распори какие-то, я круче, нет, ты круче, конкуренции и так далее. И в итоге отношения растут как система. И в итоге, если брать образ отношений как человека, то в итоге там через какой-то период времени они становятся зрелыми, да, когда я личность и личность, мы друг друга усиляем, но мы уважаем личные границы друг друга, у нас есть общий контекст, это мудрость, а мудрость, она не равно ребенок. То есть, вот я тоже как бы добавлю в защиту себя, да, в плане там взращивания аудитории. Вот, ну да, то есть как бы, да, взращивание, оно концептуально, да, то есть, по сути, подчеркиваешь, как система отношений, как развитие бизнеса, взращивание аудитории, это не значит, что мы, это про систему, систему взращивания аудитории относительно наших продуктов, которых мы продаем, потому что у нас, как правило, продукты, которые, это не хлеб в магазине, да, который нужно купить, то есть его все равно купят, да, это продукт, ценность которого еще нужно донести, еще нужно вот показать, что это вообще да важно, и потом еще вызвать ажиотаж, чтобы его хотели покупать, вот, потому что, ну, мы своим продуктом поняли, что это решает какую-то задачу, о которой человек, может быть, даже не подозревает, да, это как то, что мы конкурируем, на самом деле, не с похожими эксперты, а там типа с тем, чтобы сходить в спортзал, чтобы купить, там, не знаю, полмьюзик себе продлить, ну, вот, вообще конкуренция, может быть, такая масштабная, и когда мы понимаем, что конкурируем между всеми, то и вроде как, между коллегами, ты уже, какая разница, просто обмена аудиторией, и вообще нет никакой в этом конкуренции, потому что, ну, то есть мы просто там, наши клиенты ходят, в поисках каких-то новых, свежих знаний, потому что тут они что-то попробовали, хотят еще тут попробовать, потом опять к нам, и вот такой круговорот обмена в клиентами, да, в том числе существует в мире, когда ты понимаешь, что она есть, и ее нет одновременно, этой конкуренции, то есть просто нужно правильно выстраивать, ну, в том числе то, про что мы говорим, про смыслы, да, доносить смыслы, вести это все по, по воронке. Я очень классно подметила конкуренцию, потому что одна из задач тоже смыслов, да, как раз таки отстроиться и показать на уровне первого касания, про что вы, про что ваш продукт, чтобы клиент, будучи, не разбираясь в вашем продукте, не зная вас, не углубляясь там, досконально про что вы, что вы, кто вы, да, чтобы он своим поверхностным восприятием, клиповым мышлением, мог вас рядом с кем-то положить. Чтобы вы были для него понятны, да, это очень важно, да, у меня даже есть концепция трех вопросов, да, типа, что я покупаю, нахера оно мне надо, да, и зачем оно нужно именно сейчас, да, вот если клиент не может ответить на эти три вопроса, он приходит мимо, он на вас не подписывается, вы его не зацепили вниманием, да, у меня книга, не просто что так называется, борьба за внимание, да, вот, и, опять же, понимая задачу первого касания, а задача первого касания не продать, ни в коем случае, да, не, там, первая задача вовлечь, привлечь и вовлечь, да, то есть вы привлекаете внимание и вовлекаете человека, а многие пытаются сразу продать с порога, типа, на, купи, и они только работают с одним процентом всей воронки клиентов, у которых реально болит именно сейчас, а их очень мало, эти клиенты, и по сути, похер у кого покупать, потому что у них болит, им бы сейчас решить вопрос, а когда вы взращиваете, опять же, аудиторию вашу, да, то получается, что вы работаете с большим объемом клиентов, которых вы просто проводите, то есть вы берете на этапе условной неосознанности, когда отсутствие проблемы, вы им создаете проблему, вы им даете инструмент, вы продаете себя как решение, потом вы вовлекаете их в себя как личность, и дальше они становятся вашими амбассадорами, и этот путь, он должен быть, опять же, у вас простроен с пониманием каждого этапа, если говорить, опять же, про первый этап, там очень важны смыслы, да, потому что смысл должны быть, как в пропаганде, простые, понятные, как речевка, да, почему Blackstar, они качают своими песнями, потому что у них, каждая песня, это как, блин, стишок в детском садике, да, он запоминается, это такой джингл, такой бэнк, так называемый, да, хук, который западает в психику, который легко воспроизвести, и в итоге вы потребляете песни Blackstar, потому что они цепляют внимание, они понятны, все, ну как бы вот пример, да, просто. Знаешь, я бы еще бы добавила мысль про, вы создаете проблему, что на самом деле проблема-то у человека есть, просто она находится в совокупности всех остальных его проблем, и он уже не знает, да, что оно за что отвечает, на что влияет, что это вообще-то коррелирует с тем, что он несчастлив там, в сексуальной жизни, или на работе, или еще как-то, вот, а вы такой вычленяете, показываете закономерность, что я вычленил, я знаю, как это связано, и как это решается, и, соответственно, как бы, он такой, хух, ура, то я даже не смотрел туда, оказывается, можно все-таки даже с этим что-то сделать, вот, поэтому, когда мы говорим, что мы создаем проблему, мы показываем, как бы, где она находится, и показываем взаимосвязь, что мы уже эту работу проделали, мы знаем, как это, ну, что тут можно поменять, вот, мы как бы улучшаторы жизни, своей первую очередь, и уже, как следствие, всех остальных, потому что, ну, что, что там еще делать, а ввести других людей, вылучшать их жизни. Все нравится, я взял у Бендлера, NLP, да, что, вот, я тоже думал сначала, как бы, упаковывал мою задачу, что я, типа, трансформирую людей, улучшаю, а потом я у Бендлера прочитал, что задача, там, NLP, там, практика, там, или психотерапевта, это обогатить картину мира клиента, да, поэтому, ну, я бы назвал свою задачу, например, задачу, там, вот, эксперты, такие, как ты, там, другие, это обогащение картины мира человека, а когда картины мира человека обогащаются, у него и больше вариантов действий есть, он видит больше, он видит больше ресурсов, больше возможностей, у него нету только 1,2, у него 1,2,3,5,10 появляются, вот, и он себя лучше понимает, мир, себя в мире, да, вот, как бы, вот, обогащение, обогащаем, мы обогащаем людей. Ну, я вот не вижу здесь особо противоречения, может быть, в книге это как-то более подробно раскрывается, да, для меня в целом мой путь развития и, как бы, всё, что я делаю, оно как-то всё равно, даже когда сложно, когда непросто, да, и это не сахарный сахар, или, как это сказать, момент, да, вот какой-то, но, и, типа, каким-то критерием моя жизнь, типа, стала в чём-то хуже, да, но в чём-то же лучше, и, по сути, про улучшайзинг, наверное, если вот с этой стороны посмотреть, с точки зрения, что критерии могут меняться, да, они как шкала, они двигаются в течение жизни, потому что нужно решать определённые задачи, приходить к каким-то там выводам, глубине и так далее, вот, то, наверное, тогда слово улучшайзинг может восприниматься более плоско и требовательно к тому, что, ну, если стало лучше, значит, должно везде лучше стать, вот, а у тебя там, ну, аж нахер, вообще-то и развёлся, там ещё что-нибудь произошло, и такой, типа, ну, и в моменте вроде не кажется, что лучше стало, но внутри-то лучше, так в чём-то, да, стало, то есть всё такая, Полина, напиши книгу, боже, это моя боль, ребята, подождите, вот, короче, в общем, про улучшайзинг, я согласна, что тут можно посмотреть по-разному, ну, вот, на это слово, там, или в виде занятости, деятельности, вот, но, наверное, это просто в том числе про моё восприятие, моего движения, что даже когда у меня какая-то, вообще кажется, катастрофа, ну, я не знаю, да, глобально там проживание жизни, если я, конечно, проживаю точку боли в этот момент, конечно, я не думаю, что у меня стала жизнь лучше, да, как будто я там что-то утратила, потеряла, мне плохо и так далее, но, конечно, это же не длится долго, это длится там эпизодически, если это какой-то период, но в глобальном смысле, если возвращаться к смыслу движения развития, да, зачем я вообще во всё это вовлеклась, и зачем я прохожу через что-то, то тогда, в принципе, наверное, возникает глубина ценности проживания жизни, какой-то можно же оценить её иначе, и я всё равно вижу свою жизнь такую, ведущую по спирали наверх, даже несмотря на то, что этапы там вообще какие-то могут быть, вот, неуспешный успех в каждом дне, скажем так, да, а всё, что находится до него, вот, поэтому тут, наверное, вопрос восприятия пути проживания, типа, и каким смыслом мы наполняем, вот как раз про смыслы, да, свой каждый день, и даже дни, когда трудно, да, когда вообще всё нахрен не так. Давай сейчас дадим такие топ-3 экспресс-совета тем, кто нас смотрит, по смыслам, давай с тебя начнём, как, ну, меня, ты такой молодец, там предложила, теперь Полин, выкручивайся, сейчас я тревогу внутри, пока ты быстрее отвечаешь. ну, да, если в этом правда, да, покраснём, всё, мы тебя расписали, всё, всё, всё описано, да, да, невербальные смыслы, вот, ну, как это, женщины вперёд, ну, ладно, вот, по смыслам я, наверное, выражу каких-то таких три столпа, которые я сегодня транслировала, как бы так повелось, что я больше про что-то говорила, своё такое, и, наверное, я бы подчеркнула, что прежде чем что-то транслировать во внешний мир, классно было бы понять, а про что вы сами, да, в чём ваша аутентичность, в чём ваш смысл, и чтобы это понять, самый простой, на мой взгляд, способ, это прийти на какую-нибудь распаковочку, чтобы вас откалибровали, отразили для вас то, что вы про себя не видите, потому что вам это кажется слишком очевидным, и вы даже не смотрите в это как слепое пятно просто, вот, а так как вы постоянно занимаетесь трансформацией, скорее всего, возьмите за правило, что калиброваться нужно будет периодически, да, если вы человек, который постоянно меняется, и, соответственно, нужно синхронизировать со смыслами, которые вы транслируете, и, наверное, всё-таки убрать своё такое завышенное эго, да, и перейти на язык клиента, изучить клиента, понять, на каком языке он говорит, какую проблему вы у него решаете, там, да, или как бы, что вы ему даёте, да, и начать говорить на этих языках и простроить вот эту воронку, да, вот, наполненную мягким движением к тому, чтобы ваш клиент развивался внутри вашей системы продуктов, и он может развиваться, это в нашем случае, да, мы тут говорим про образовательные продукты, трансформационные продукты, но он может развиваться с точки зрения многогранности получения удовольствия, если мы говорим про сегмент, где вы предоставляете услугу по получению удовольствия, соответственно, хочется же что-то свеженькое, что-то новенькое, там игры, когда выпускаются каждый раз новые, ну, хочется же кайфовать от них, ну, типа, делайте качественно, вот, и делайте так, чтобы было легко и классно покупать и продолжать это делать у вас, например, да, вот, поэтому, вот, как бы, я соединила, по сути, третье с четвёртым, да, вот, с вот этой вот, говорить на языке клиента, и не сжиматься, вот это тоже важная мысль, что это меня стесняет, что я буду какой-то, вот, только в одной гране, я не хочу только это делать, ну, и не делайте только это, но это тоже делайте, вот, и никак это вас не сужает, вы просто иногда разговариваете с людьми на их языке, и всё, берёте и разговариваете, а потом вы строите воронку, как разговаривать с теми, с кем вы хотите больше разговаривать, например, вот, спасибо, Полина, я успел подумать, я бы, наверное, первый совет бы дал по поводу смыслов, это правда, я бы назвал искренность, да, потому что клиенты, друзья, родственники, с кем вы общаетесь, все, короче, все чувствуют неискренность, все чувствуют неконкурентность, да, поэтому первый пласт, да, базис смыслов, это быть правдивым с людьми, с аудиторией и самим собой, да, это правда, а второе, это понимать ответственность, да, потому что каждый из нас, кто несёт какие-то смыслы, он обязуется накладывать на себя, отвечать за риски и последствия донесения этих смыслов тому, кому мы их донесли, вот, и когда вы осознаёте риски и последствия, когда вы берёте ответственность за то, что вы делаете со своей аудиторией, со своими клиентами, с, там, друзьями, родственниками и так далее, то тогда вы более качественные продукты делаете, вы понимаете важность каждого процесса, там, сервисов, продаж, там, и так далее, да, то есть вы более включённый становитесь, да, и третье по поводу смыслов, это создавать свои смыслы, да, вот, создавать свои, ещё раз, да, то, что я сегодня транслировал, да, из, так сказать, моей боли, да, то, что это не значит придумывать велосипед, велосипед вы не придумаете, это невозможно, да, потому что мы живём уже миллионы лет, да, и всё, всё, что можно было придумать уже придумано, сейчас мы просто берём и пересобираем какие-то уже существующие концепты, но добавляйте туда себя, то есть ваши смыслы, добавляйте себя, не надо ни в коем случае брать и подчистую копировать чьи-то смыслы, потому что в его случае, у кого вы скопировали, это работает вместе с его личностью, с его подачей, с его там контекстом, у вас скопированный от него смысл не сработает, потому что вы не он, да, и он не ляжет так, как у этого человека, у этого эксперта или компании, поэтому создавайте своё, то, как вы это ощущаете, чтобы это было правдиво, искренне, конкурентно, и тогда это будет качественно, да, потому что люди всегда видят фальшь, люди всегда видят неискренность, и очень мне хочется, чтобы было больше качественных продуктов, больше интересных, аутентичных экспертов, которые несут правдивые, интересные смыслы с добавлением их жизненного опыта, их восприятия мира, вот, я бы так, наверное, ответил. Я знаю, что вот благодаря тому, что ты тоже срезюмировал, вспомнила Садхагуру, который вот в последнее время тоже транслирует интересные мысли на тему того, что если вы не прожили какой-то глубинный опыт и не трансформировали его, как бы, в мир в виде продукта или какой-то мысли, ну, типа, вы делаете бестолковую фигню, и мир от вас избавится, вот, так или иначе, зачем нам вот эти копирки с бесполезным каким-то поверхностным опытом, типа, чем более глубокий опыт мы проживаем и можем это передать во внешний мир, тем более мы цены для этого мира. это самый лучший мой эфир, который у меня когда-либо был. у тебя, это взаимный наш мэйч, у нас сегодня был очень такой совместный коннекшн, потому что мне тоже было очень интересно про смыслы, и это вот такое живое, в общем, все получилось, неожиданное. Благодарю, что провели этот эфир, да. Жду, жду. Подожди, подожди, подожди. Ты куда-то позовешь моих и своих какой-нибудь призыв себе сделать? Я думал об этом. У меня скоро пройдет эфир 10 июля, вот, я его провожу в Zoom, вот, если вам интересно послушать мой опыт, где я поделюсь там с участниками этого эфира про то, как как раз доносить смыслы, как себя упаковывать, продавать как эксперта, да, там, я больше это делаю для фрилансеров, маркетологов, экспертов, да, там, бизнесменов. Вот, если вам это откликается, я это вживую буду проводить, опять же, да, то просто мне, там, напишите в Директ Плюсик, да, вот, в мой Инстаграм, да, вот, и как бонус я вам подарю электронную версию своей книги «Дарьба за внимание», которая, если вы почитаете отзывы, там, на любой площадке, там, Литрес, Бук-24, ну, прям людям вкатывает, они меняют жизни, там, ну, прям вот трансформация происходит, вот, это от меня предложение. У меня эта книга есть, всем рекомендую, она у меня в, в, как раз, распечатанную пифу, как это называют, физически, вот, а, я тогда приглашаю, знаешь, всех вот, кто здесь присутствовал, я недавно провела такой новый онлайн-мастер-класс, это прям мастер-класс, да, где люди со мной двигались вместе, класс, и я прям дала офигенный алгоритм по тому, как менять свое состояние, и как своим состоянием влиять на материальную реальность, вот, я считаю, что это мастер-класс, который должен посмотреть каждый, даже супер прокачанный, образованный, там, человек, вот, я даже своим писала, там, мастерам, там, кто, чтобы они посмотрели, вот, если вы хотите посмотреть запись, да, вживую, сейчас я его уже не проведу, но у меня осталась запись его, если вы его хотите, напишите мне в директ плюсик, я скину вам эту запись, и как второй бонус, если вы захотите, у меня есть еще команда экспертов, да, с моими плечами, это мои коучи-диагности, и если вы, в общем, тоже напишите, что вы это тоже хотите, то мы вам дадим возможность попасть на диагностическую коуч-сессию, а это значит, что у вас будет целый час времени с моим экспертом команды, который офигенно диагностирует, и может вам показать вашу точку А, и вот в последнее время, я раньше всегда говорила точка А, потом точка Б, но я сейчас еще все лучше понимаю, как важно, блин, понять свою точку А, потому что нахрен потом никуда не сдвинуться, и нет смысла планировать точку Б, и вот точка А помогает создать ясность, и обычно у нас теперь люди вообще выходят с нее с таким зарядом энергии, потому что, когда появляется ясность, у вас освобождается энергия, у человека понимание происходит, что ему теперь делать, и у нас даже после этих диагностик, теперь нам пишут ребята отзывы, что ты заработал плюс полтора, там типа вырос, кто-то там в пять раз у меня вырос, я такая, так, так, надо сделать их платными, давайте что-то с этим сделаем, они слишком уже хорошие стали, вот, еще лучше, да, поэтому, в общем, если вам захочется еще и диагностику, вы напишите в директ, помимо плюсика, там, плюс диагностика, например, и мы вам дадим и доступ к интенсивному, моему алгоритму, и, в общем, диагностику, я тоже напишу, такой у меня призыв, у меня тоже есть, тоже хочу, я всегда развиваюсь, смотрю все новое, обогащаюсь, вот, поэтому тоже напишу, у меня тоже есть разборы, вот, ребята, если хотите, напишите мне слово разбор, директ, вот, я с вами созвонюсь, вот, и с вами определим вашу проблему, точки роста, вот, если я вам откликаюсь, вот, с удовольствием сами пообщаюсь, вот, все. Сейчас руками с ногами тебя заберут, ты-то прям лично им будешь свои разборы проводить, вот, ладно, Макс, спасибо тебе за эфир, правда, было очень интересно и ценно, вот, прям вот круто бы все это срезюмируется, что мы сегодня наговорили, вот, надеюсь, кто-то конспектировал, вот, и будет применять даже то, что мы уже сказали, вот, и всем спасибо, ребята, вам, вот вижу там всякие сердечки, огонюшки, они очень, кстати, мотивируют, вдохновляют, это очень приятно, спасибо. Пока, спасибо всем. Пока, пока. Пока.